Всем привет! Это канал Летю на рыбалку. Меня зовут Руслан и у меня спиннингизм. Сегодня мы исследуем озеро посреди джунглей Пхукета, проверяем эхолотом какая здесь глубина, есть ли рыба и подбираем наиболее подходящие приманки. Полетели! Здесь вот нашел точку, прямо около берега. Вот такая вот бровочка. Получается по центру, наверное, заикарюсь. И буду сюда подбрасывать, потому что дно более-менее чистое, а вот это уже точно реально рыба, которая от дна оторвана. Сейчас попробую на нее закинуть печеночку, точнее, сердечки у меня, сердечки на доночку. И побросаю по вот этим всем береговым локациям, покидаю какую-нибудь жабу, попробую поймать змееголова. Я вместо якоря беру вот такой вот мешок, набиваю его песком, щебнем, ну там что попадется. И вот такой мотовил, очень удобно. Мест не занимает. Как закончу рыбалку, мешок освобожу и налегке пойду домой. Сегодня у меня монтаж полегче. Вот такие 30-граммовые грузики, чтобы корягах не так сильно застревали. И такие относительно небольшие крючки. Ну, в Подмосковье, понятное дело, для Подмосковья это огромные крючки, ну и прочих соответствующих мест. А здесь это довольно-таки маленькие, для животной насадки. Ну, буду пробовать, потому что я на этом озере первый раз. Она очень небольшая, но глубины радуют. Возможно, хорошая рыба есть. Монтаж это называется асимметричная петля. То есть, если кого интересует, пишите. Я могу, если надо, отдельное видео снять, как его вязать. Ну, в целом, в интернете видосов навалом. Я не думаю, что прям так нужно. Так все, как обычно. Вот петелечка вот эта вот, за нее цепляемся, да, основной леской. Здесь бегает грузик. И название берется как раз от того, что здесь не симметрично, да, вот это расстояние, а как бы грузик вбок утягивает отвод, да. Скруточка, вот, и здесь поводок 60 сантиметров, вот с таким крючком. Все, все довольно просто. Я нарезал сердечки вот так вот пополам, куриные. Так, уже прикормил. Ребят, ценить природу прикармливайте. Я на самом деле много их просто не брал с собой сегодня. Так как озеро экспериментальное, больше надо проверить, есть ли, в принципе, поклевки. И крючок вот так вот прикрыли. Ну, вот, отлично выглядит. И сейчас вон туда, вон, все это дело запулем. Вот так вот. Опа! На бровочку, где вот как раз мы рыбу увидели. Это, честно говоря, я думаю, что можно и ближе к берегу кидать, но там, к сожалению, могут быть упавшие всякие там ветки, деревья. Ребят, не знаю, что за рыба, поэтому буду немножко сегодня аккуратничать. Так вот ставить спиннинг. Подсекать будет жутко неудобно. Ну, а ничего. Зато не утащит. Натяг можно не делать, вот, потому что в целом, там, если она уже распробует это сердце, я думаю, она уже не бросит. Заглотит по-любому, а там уже сама засечется. Так, я сейчас буду пробовать оббрасывать на змееголова. Может, кто еще попадется. Ну, реально, место интересное. Надо его поизучать. Так, посмотрим, что у нас сегодня есть в меню. О, такие штуки сейчас буду, ребят, пробовать. Но начну вот с этой. Она, непонятно, это или крокодильчик, или жава. Вот, но выглядит прикольно. Сейчас я вам на короткой дистанции покажу, как работает приманка. То есть ее суть, это вот такие вот булькания по воде. Вот, видите, надо быстро вести. Для того, чтобы выманить змееголова. Приманка из такого, довольно-таки, такой плотной резины, плотного силикона. Летит далеко. Шуму дает много. Очень интересно. Буль-буль-буль-буль-буль. Я на таких еще не ловил. А еще прикольно, что это не зацепляйка. То есть я могу прямо в коряжник кидать, не беспокоясь о том, там что-то не так, что не так пойдет. Ох, как хорошо закинул. Нельзя давать этой приманке утонуть. Потому что если она тонет, она потом очень долго из воды поднимается. Поэтому надо сразу... Эх... Вообще класс, ребят. Ни деревья, ни коряги, ничего не страшно. Решил сменить точку. Потому что там одни зацепы. У меня сегодня день разведки, поэтому я... Ха-ха... Много-то оснасток не навязал. Ну вот. У меня всего пару штук с собой. Ну, приманок, понятное дело, много. Тут можно все покидать. Но хотелось бы проверить, кто тут на дне плавает. Потому что на дне рыба попадается... Мама, не горюй. Ну, я имею в виду, ухолод пока что. Так, сейчас вот здесь вот заикарюсь. Вон туда вон. Закину доночку. Проверю. Вот. Если сразу ничего не клюнет, ну там, в течение 15-20 минут. Вот. Пойду дальше берега уже отбрасывать. Так, в общем, осталась у меня последняя оснастка. Если я сейчас опять запулю в коряги, что вполне возможно, потому что вокруг одни деревья заваленные, ну, то останется мне, в общем, немножко походить вдоль берегов, покидать. Вот. И на этом все. Непонятно, на самом деле, на что она еще тут клюет. Я на сердца уже пробовал, на сердца даже змееголов клюет. Вот. Но какая там рыба у дна, вот это вот не ясно. Выглядит в целом аппетитно. Главное, чтобы там была рыбеха, которая все это дело подъедает. Но по идее, в таких водоемах всегда есть хотя бы сомик. Главное его найти. Хопа! О, это даже дальше, чем мне нужно. Ребят, глубина 10 метров вообще просто невероятна. Приходится даже лесочку так вот стравливать, чтобы ближе к точке попасть. Так, есть. И вот сюда вот сейчас спиннинг воткну. Да, непростая сегодня, конечно, задача. Попытаться с Пакрафта плавить на донку. Витрила дует, Пакрафт крутит. Пришлось в руки взять, чтобы контролировать натяжение лески. Сижу вот так вот, то сбрасываю, то добавляю. Глубина получается где-то 9-10 метров. Вот рыбу периодически рисуют в верхнем слое, а у дна, видите, пропала куда-то. Ну, на таких глубинах-то, по идее, рыба-то должна быть. Ну, здесь что-то сейчас глухо. Вот я вот пока здесь рыбачил сегодня, я ни одного всплеска не видел. Это, конечно, очень подозрительно. Обычно, если рыба кормится, то всплески есть. Вот. Ну, тут единственное, можно сказать, что вдруг она на яму ушла, да, и как бы ей высоковато подниматься. Но это не точно. Ну, радует, что в этом месте, конечно, все-таки не коряги, а это, видимо, была рыба. Но пока я тут туда-сюда ходил, она куда-то уже, похоже, свалила. Сердце даже не обгрызли. Это плохо. Так, сейчас попробую тогда вон туда, ближе к коряшкам, швырнуть. Вот так вот. Если там не проклюнется, сейчас пойдем вон туда вон. Там прикольный бережок, попробуем там обкидать. Я думаю, змееголов здесь должен быть. Но, к сожалению, бывает, что он не клюет нифига. Особенно, если в нерест попадаешь. Если он нерестит. Ну, считается, что он становится наоборот более агрессивный и так далее. Но в самый нерест это бесполезно. Самый главный показатель змееголова то, что он всплывает и захватывает пузырьки воздуха. То есть его должно быть видно на поверхности. А он, видимо, сегодня ко дну прижался. И никаких всплесков нет вообще. Хотя бы по эхолоту рыбы много. Хищник тоже должен быть. А здесь как бы из хищника, на самом деле, кроме змееголов. Я даже не знаю, кто тут есть покрупнее. Ну, тут есть всякие там разновидности окуней и так далее. Но если они есть, значит, змееголов должен быть. Пришлось взять, скажем так, импровизированную донку в виде спиннинга в руки. Вот, потому что покрафт крутит. Я так хотя бы могу регулировать натяжение лески. Мне главное увидеть поклевку. Если кто-то дернет, чтобы я знал, что в этой локации есть рыба, которая хочет клевать на куриное сердце. Да, ребята, и, кстати, для тех, кто еще не знает, у нашего канала есть свой катер для морских круизов на Пхукете от 1 до 4 дней. По промокоду «Лечу на рыбалку» или «Fly for Fishing» для иностранных гостей предоставляет скидка в размере 5% на все услуги компании. Более подробно по ссылке в описании. А для тех, кто еще не подписался на наш канал, на всякий случай сообщаю, что как только мы наберем тысячу подписчиков, среди них будет разыграно 10 тысяч рублей. Но дело не только в этом призе. В будущем у нас будет очень много интересных видео в открытом море, на больших глубинах. А также самых активных подписчиков мы будем приглашать на совместную рыбалку на большом катере в открытом море вместе с нами. Решил пристать сюда вот к бережку. Сейчас попробую все-таки на доночку нормально закинуть. На мой взгляд, не самое перспективное место, но здесь хотя бы ветром не гоняет. Потише, поспокойней. Но здесь уже не так глубоко, здесь где-то метра три, я думаю. На большую лягушку выходов не было. Сейчас попробую на вот такую вот маленькую. Есть у меня еще интересная имитация. Ну, непонятно точно, что это. Да, такой симбиоз между осой, шмелем и птенчиком. Вот, такая вот тоже маленькая приманочка. Может быть, на эти малютки будет реакция. Самое главное понять, что здесь рыба есть. Если рыба есть, то можно, собственно, и на ночь сюда даже приходить, пробовать. Потому что локация интересная, людей нет, вообще непонятно. Рыба не прыгает, а эхолот рыбу показывает. Ну, просто мистика какая-то. Ну, надо, видимо, подбирать ключик. Буду стараться. Интересно проверить, вон тот заливчик. Сейчас встану, к палке подвяжусь и попробую на какую-то незацепляечку прокидать. Сейчас пробую вот на такую вот лягуху. Это уже какой-то другой производитель. Интересно проверить. И, собственно, вот этот заливчик. Он прям маленький-маленький совсем. Тут, наверное, как раз это озеро пополняется из этого ручейка. Не знаю, честно говоря, вообще, в принципе, есть ли здесь настолько крупная рыба, чтобы она могла клюнуть на такую вот здоровую лягушку. Вот. Но мне главное проверить выходы. То есть, если выходы будут, то приманки я подберу. У меня от ультралайта до теста такого, что с ума сойдешь. Все снасти есть. Главное, чтобы я увидел, где он стоит. Ну, играет прикольно. Но пока тихо. О, как хорошо закинул. Вы видели? Прям в самую-самую глубь. Не хочет. Сегодня, конечно, или день такой, ребят. Бывает, когда прям вообще глухо. Или в этом озере рыба очень мелкая. Но учитывая, что там по центру глубина до 10 метров, я думаю, тут вполне себе хорошая рыба может присутствовать. Ну, давай, выходи. Где ж ты, мой змейголов? Ребят, ну где же ему еще быть, если не здесь? Там есть еще пару мест. Я сейчас сгоняю, наверное, проверю. Прям в корягу попал. И тишина. Ёлки-палки. Мне просто жутко интересно, что там вот это в конце вот этого заливчика. Поэтому сейчас я туда аккуратненько зайду. Если там можно будет еще покидать, я обязательно это сделаю. Заодно проверю глубину. Так, сколько нам тут охалат рисует? Ребята, да здесь 2 метра. Вы представляете? Вот здесь вот 2 метра. Балдеть. Да здесь по-любому рыба должна быть. Смотрите, а там водопад какой-то. Обалденно вообще. Но дальше я, конечно, не пройду. Вы слышите водопад? Вообще, конечно, природа Пхукета радует. Не только глаз, но и слух. Так, ладно. Надо попробовать тут закинуть. Конечно, я, скорее всего, сейчас приманку оторву. Сделаю из нее. Не за цепляечку. Даже не знаю, как туда закинуть-то. Так. Так вот присесть. Ого. Какая, ребята, это непростая задача. Есть. Закинул. И на ветку. Ребята, вы не представляете, насколько это нелегко. Ну, скинься ты с ветки уже, е-мое. Все. Я просто не могу встать в Покрафте. Вот. Если я встану, то высока вероятность, что я просто плюхну с него. Сейчас попробую вот так вот. О! Есть. Ну, я, наверное, тут уже всю рыбу распугал. Тут надо аккуратно по бережку подкрадываться. Я думаю, здесь где-то можно причалиться. Выйти. Ребят, ну, здесь, конечно, класс просто. Ну, вы представляете, этот водоем еще подпитывается свежей горной водичкой. Вон там прям водопад шумит. Естественно, здесь должна быть рыба. Вот сейчас бы, если бы крючок был бы открыт на приманке, то я бы дырку сделал в Покрафте. И вы бы могли бы наблюдать, как я испытываю, переживаю водное бедствие. Тону в прямом смысле слова. Так, место класс. Место очень интересное. Но выходов пока нет. Увы. Ребят, если вы ловили на Пхукете змееголова, дайте обратную связь. Может быть, кто знает, очень странное поведение у этой рыбы. Иногда я просто прохожу мимо какого-то водоема, он прям кишит. То есть он прям выпрыгивает, дышит. Ну, видно, что он в водоеме присутствует. Вот. И иногда, допустим, как сегодня, просто тишина. Вот мне, например, известно, что змееголов всплывает для того, чтобы хапнуть свежего воздуха. Вот. И вроде как без этого он жить не может. Вот. Но сегодня я почти целый день на водоеме и ни разу не видел ни одного всплеска. Странная история. Сегодня рыба неактивна. Я думаю, нет смысла продолжать. Вот. В следующий раз приду. Если будут какие-то поклевки, то уже порыбачу подольше. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал. До новых встреч в новом ролике. Пока-пока. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Продолжение следует...